Специалисты Управления Федеральной Антимонопольной Службы запустили мобильное приложение, которое поможет справиться со спамом. После установки в настройках необходимо указать сведения о себе, фамилию, имя, отчество, адрес, телефон. Также приложить фото, согласиться на использование персональных данных. Далее приложение всегда будет работать в фоновом режиме и отслеживать все входящие СМС. Если сообщение покажется приложению подозрительным, то оно спросит, не спам ли это. Алгоритм определения подозрительных СМС простой. Отправление с номера, которого нет в телефонной книге, считается подозрительным. Если вы никому не давали разрешения на получение рекламы, соответственно, вам никто не вправе слать никакие рекламные сообщения. В 2018 году в Управление Федеральной Антимонопольной Службы уже поступило 10 жалоб на рекламные рассылки. Распространителям грозит возбуждение дела об административном правонарушении.